Республика Косово это частично признанное маленькое государство на Балканах, которое недавно отделилось от Сербии. 90% жителей Косово являются этническими албанцами, а сербы в этом регионе лишь 6%. А как так получилось, нам расскажет история. С давних времен эту территорию населяло множество разных народов, например, славяне, греки и другие. Позже на Балканах появились потомки албанцев, которые стали селиться примерно здесь. Но и не забывая про земли вокруг, некоторые пришли на территорию Косово. С 15 века этот регион находился в составе Османской империи, а потом стал частью королевства Сербии. Но после Первой мировой войны Косово оказалось в составе Югославии и было частью Сербии. Потом, во времена Второй мировой войны, Югославия была оккупирована странами Оси, а Косово передали Албании. Тогда же был совершен геноцид сербов и черногорцев, проживавших в этом крае. И примерно 150 тысяч сербов бежали оттуда, а вот албанцы наоборот стали туда заселяться. Затем Югославия была освобождена и Косово вернулось к Сербии, а также получило автономию в ее составе. Косовские албанцы, жившие в Югославии, были, во-первых, не славянами, а во-вторых, они исповедовали ислам. Так что те по разным причинам частенько устраивали митинги. Но по-настоящему обстановка стала накаляться после смерти Иосифа Бростита, а также, когда правящую партию в Сербии, союз коммунистов в Сербии, возглавил Слободан Милошевич. Этот человек сменил руководство двух автономий, Воеводина и Косово, а также одной республики, Черногории, на своих ставленников. И в конце марта 1989 года новые краевые скупщины, это так в Югославии называли парламент, приняли поправки конституциям своих автономных краев. 28 марта их одобрила скупщина Сербии, и согласно принятым поправкам, автономные края, Воеводина, Косово и Метохия, потеряли атрибуты государственности и были сужены полномочия их органов власти. Между тем, сербские автономные края сохранили полномочия в отношении вопросов культуры, образования, здравоохранения и так далее. Изменение положения Косово спровоцировало усиление непрекращающихся волнений албанского населения края. И 1989 год озаменовался самыми значительными беспорядками в крае с 1945 года. Затем Югославия развалилась, ее погибель сопровождали этнические войны на территории бывших ее республик. Все, что от нее осталось, так это союзное государство Югославия, состоящее лишь из Сербии и Черногории. После завершения войн в Хорватии и Босии напряженность в Косово возросла. После убийства с сербом албанского юноши начались нападения албанцев на полицейские патрули. Произошел расстрел посетителей кафе. В ответ полиция провела массовые аресты подозреваемых, и это вызвало всплеск внимания к косовской проблеме со стороны международной общественности, которая обвинила власти Союзной Республики Югославии в нарушении прав человека и пытках арестованных албанцев. Схожие заявления сделала и Комиссия по правам человека ООН, отмечавшая, что колбанцам в Югославии применяются пытки, убийства, этнические очистки, а также геноцид. Однако, после посещения Югославии специальным представителем генерального секретаря ООН, Комиссия по правам человека сообщила, что эта информация не нашла подтверждения. 30 декабря 1997 года в результате разгона демонстрации в столице Косово при Штине были ранены 15 человек. А весной 1998 года в крае начала свою деятельность армия освобождения Косово, которую пополняли радикально настроенные албанцы, проходившие подготовку в специальных лагерях на территории Албании. Они нападали на полицейские и армейские патрули, атаковали населенные сербами села и захватывали в заложники мирных жителей. Затем, 28 февраля 1998 года, она провозгласила начало вооруженной борьбы за независимость края. Тогда же произошло первое серьезное столкновение между вооруженными албанцами и силами Югославского МВД в районе Дреницы. А уже в марте 1998 года Совет Безопасности ООН ввел военные санкции против Югославии. К тому же численность армии освобождения Косово росла, и в начале мая силы МВД Ближджаковицы были атакованы группой уже из 200 человек. И в связи с ростом числа атак и численности бойцов ООКе, армия была вынуждена применять бронетехнику. Конфликт в Косово сопровождался систематическим нарушением прав человека, и к осени 1998 года стал причиной около тысячи жертв и появления более 230 тысяч албанских беженцев среди гражданского населения региона. На протяжении всего 1998 года страны НАТО усиливали давление на Белград с целью вынудить его прекратить военные действия в Косовой Метохии. 23 сентября 1998 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию под номером 1199, призывающую стороны к прекращению огня. А 24 сентября НАТО приступил к планированию воздушной кампании против Югославии, чтобы принудить Белград к миру. Затем 13 октября Совет НАТО отдал приказ о начале операции в течение 96 часов, и в итоге югославские власти уступили, и 15 октября под эгидой НАТО было заключено перемирие в Косово. Однако перемирие оказалось неэффективным, и насилие над мирным сербским и албанским населением продолжалось. Непосредственно поводом для вмешательства НАТО в конфликт стал инцидент в Рачаки, когда во время атаки на удерживаемой бойцами армии освобождения Косово деревню югославские силы, по утверждениям западных наблюдателей, казнили 45 албанцев. Но югославские власти утверждали, что албанцы в Рачаки погибли в бою, и НАТО опять пригрозили бомбардировками. Короче, у нас есть предложение. Косово получать полную политическую автономию, а еще мы вводим туда свои войска. Ну как? Ну, насчет статуса Косово ладно, а вот войска вводить не надо. Не хотите? Эх. А потом, через 10 лет, 17 февраля 2008 года, парламент Косово принял ее независимость. Субтитры создавал DimaTorzok